Для того, чтобы правильно изготовить столярную работу, надо придерживаться нескольких основных золотых правил. Первое, использовать чертежи при изготовлении столярных работ. Второе, подбирать сухую древесину и использовать высокую культуру производства. И третье, надо позаботиться о финишной отделке древесины. Финишная отделка, это первое, защита древесины от влажности. Второе, придание твердости поверхности древесины. И третье, сохранение природного узора, природной красоты, природной текстуры древесины. В качестве финишной отделки используются многие средства. Первое, нитролак, его наносят с помощью краскораспылителя. Второе, водно-окрыловый лак, для его применения используют кисть. Дальше, используют масляные лаки, алкидно-ритановые лаки. Для их нанесения используют краскопульт. И также, для финишной отделки используют масла. Сегодняшняя тема нашего ролика – масла и древесина. Мы поговорим о маслах, которые появились в моей солярной мастерской. Я расскажу, как правильно пользоваться маслом, как подготовить древесину для того, чтобы наносить это самое масло. Но сначала хочу окунуться в историю и рассказать о продукте таком, о продукте, который мы забыли, о продукте, которым редко пользуемся. Это олифа натуральная. Олифа бывает натуральной, бывает искусственной. Мы сегодня разговариваем о натуральной олифе. Хочу окунуться в историю. С олифой как-то мне пришлось много поработать. И для изготовления олифы использовали обыкновенное растительное масло, которое было не очень хорошего качества. При производстве растительного масла используют обыкновенные семечки. Семечки – продукт, который выращивается на земле. Обычно уборка семечек происходит поздней осенью. Не всегда благоприятные погодные условия. И семечки могут немножко загниваться, цветать. И при изготовлении растительного масла, масло получается немножко горьким. Такое масло всегда пускали на переработку. И из этого масла растительного, горьковатого, делали олифу. Олифа – это процесс изготовления совершенно нового продукта. И он изготавливался. И это масло варили. Варили очень долго. В процессе варки растительное масло становилось другим, меняла структура. И на выходе получалась олифа. Олифа – это хороший продукт. Использовался для того, чтобы разбавить масляные краски. Тогда было очень много. Мы использовали также для того, чтобы первый слой в качестве грунта нанести. И олифу использовали для того, чтобы приготовить серебряный раствор. Мы использовали олифу. Добавляли серебряный порошок. Это алюминиевая пудра. Получалась такая серебряная краска. И эта краска отлично подходила, чтобы наносить на металлические поверхности, металлоконструкции, ворота, виноградные арки и прочее. Мне подолго работы приходилось наносить эту краску на плакаты. Я работал художником, и плакаты в основном пребрадали с красными оттенками. Для того, чтобы перебить красный цвет, мы всегда грунтовали именно таким раствором. После нанесения на первый и второй день пробуешь пальчиком на отлип. Вся краска, вся олифа сырая. Третий, четвертый день – олифа сырая. Лишь на шестой или седьмой день олифа высыхала. Процесс высыхания назывался полимеризация. Очень долго требовалось время. Для того, чтобы сократить высыхание, требовалась температура была, чтобы высокая сквозняк был. Было солнце в ультрафиолет. На выходе получалось очень крепкое, прочное покрытие, которое перекрывало все возможные краски, которые находились снизу под ним. Я рассказал об олифе, потому что олифа – хороший продукт. Продукт, который забытый. Сегодня мы будем говорить о масла. И масла чем-то похожи на олифы, похожи тем, что они также производятся из натурального продукта. Это лен, зерно льна. Из килограмма семечек получалось 370 примерно грамм растительного масла. То есть льна выход намного больше. Из килограмма льна получается в среднем 400-500 грамм льняного масла. Ляное масло очень популярно, используется. Его покупают за рубежом, изготавливают пластмасс и масла используют в качестве основного компонента для того, чтобы производить масла для обработки древесины. О таком продукте сегодня мы поговорим. Масла для древесины. Для того, чтобы правильно наносить масла, надо подготовить древесину. Подготовка заключается в следующем. Это шлифовка, удаление пыли. Шлифовку выполняется зерном обычно 120-180. И на каждой банке есть инструкция, где прописана именно зернистость. Более мелким не производят шлифовку. Производители боятся, что на очень гладкую поверхность не всегда может лечь красиво, приятно масло. Не бойтесь таких рекомендаций, потому что всегда завод-производитель хочет перестраховаться немножко. Поэтому если вы выполняете какие-то столярные работы и приходится вам шлифовать зерном, к примеру, там 240-360, масло прекрасно ляжет. Это средний показатель заводских инструкций. Ну, инструкции в любом случае надо придерживаться. Итак, первая шлифовка. Даже если древесина у вас находилась очень долго и была шлифована, перед нанесением масла обязательно эту древесину надо повторить и обязательно сделать повторное шлифование. При шлифовании открываются поры древесины и масло попадает в древесину более лучше. Второе, удаление пыли. Я понимаю, что многие удаляют пыль, сметая тряпкой, щеткой. Это очень плохо и категорически нельзя. Пыль удаляет только пылесосом и насадка должна быть в виде щетки. Потому что остатки пыли и соприкосновение с маслом создадут грязь, которая застенит на поверхности и внешний вид будет нарушен. Итак, золотое правило. Шлифовка с зерном примерно 180-240. Второе, удаление пыли. Завод рекомендует, чтобы влажность была не более 20%. Очень хороший показатель. Но у нас в столярке такой показатель намного ниже. Для правильного изготовления столярных работ, которые внутри помещения, надо 8% влажности. Для уличных можно 12%. Так что мы с процентом влажности легко укладываемся под требования завода-изготовителя этих масел. Я скажу, что инструкция, которая написана на банке, здесь инструкция очень интересная. И в любом случае согласитесь, что если масла выпускают, к примеру, 20 лет, то завод-изготовитель никогда не напишет в полный состав, что он добавляет в эти масла. А добавляет в основном это секативы. Секативы нужны для того, чтобы масло полимеризовалось очень быстро. Насколько быстро? Вот здесь есть как бы разумный предел. И я, сколько работаю с маслом, имея личный опыт, скажу так, что лучший предел высыхания это сутки. Сутки на отлип. Через сутки масло засохло, можно наносить второй слой. И двое суток полная полимеризация или полное высыхание масла. Если масло высыхает в течение 15-20 минут, значит очень много набодяжили секатива. И, скажем, такое масло не очень качественное. Это нормальный процесс. Я хочу обратиться еще к тем, кто, допустим, работает с водным лаком. Мы нанесли первый слой лака. Ждем высыхания примерно 40 минут. И наносим второй слой. Сырое по-сырому. Есть такое понятие. Сырое по-сырому. Точно так и наносится масло. Второй слой наносится масло, которое высохло, но не пересохло, не засохло. И пленка еще эластична. Она не берется на отлип. И как раз вот эта пленка пригодна для того, чтобы нанести именно второй слой. Поэтому второй слой наносится сырое по-сырому. Сырое это не говорит, что пальцем мы прикасаемся и масло. Это сухой слой. Можно брать смелыми руками, шлифовать. Обычно шлифовку после первого слоя масла я выполняю скотч-брайтом. Очень хороший материал, мелкий. Он хорошо проникает в такие рельефные места, которые есть. Особенно, когда есть станок ЧПУ, резьба. Поэтому я применяю для шлифовки после первого слоя масла скотч-брайтом. Как же наносить масло? Совсем простой вроде способ. Первое, обязательно надо перемешать. Все масла, все лаки, которыми вы пользуетесь, обязательно надо перемешивать. Возьмите алкидно-уретановый лак, степень блеска матовый. Если его не перемешать, не нанести, то получится глянцевый слой. Именно матовость и садится на дно. Поэтому внешне, открывая банку, вам кажется, что масло совсем прозрачное. Нет никакого осадка. Но масла надо перемешивать. Перемешивать лучше деревянные палочки. Перемешивать не спеша, для того, чтобы пузырьки, которые там находятся, немножко всплывали на поверхность. Это вроде незначительно, тем не менее, это относится ко всем средствам, которые мы наносим. После того, как перемешали состав, надо дать, чтобы он примерно 10 минут постоял. Пузырьки вышли на улицу, лишь потом наносить. Для нанесения масла можно использовать самое доступное средство. Первое, это кисть, это поролон. Поэтому именно способ нанесения масла, отсутствие запаха в масле, ставить масло на высокий уровень. Это масло можно использовать в комнате, применять, потому что он экологически чистый. Это масло не имеет запаха и очень легкий способ нанесения. После нанесения масла надо примерно подождать 15-20 минут и удалить излишки масла. Масла можно разделить на два вида. Первое, масла их очень мало, они примерно напоминают как лак. Наносится масло и поверхность потом не вытирается. Но наносить надо очень аккуратно, надо использовать очень хорошую щетинную, мягкую кисть, очень хорошую кисть. Обычно такие кисти продаются в художественных магазинах. И вот такой кистью надо наносить масло. В основном масло рассчитано на то, что излишки удаляются ветощью. И здесь после удаления ветощи мы должны дать маслу время на то, чтобы масло высохло. Полимеризовалось, как я говорил. Еще раз напомню, для масел, которые сзади меня, это масла Красковар, а сегодня я буду знакомить именно с этой продукцией, они требуют полимеризации 24 часа. То есть время высыхания 24 часа. Полное высыхание, полное затвердевание 2 суток, 48 часов. Сзади меня расположена продукция, на которой я хочу наносить масла, на которой я хочу наносить финишную отделку. Масло для деревянной посуды и разделочных досок. Как бы масло, которое мне очень необходимо, потому что очень много продукции. И вот я сегодня буду наносить масло на разделочную доску, шоколадка. Есть у меня такая разделочная сервировочная доска из дуба. Я также буду наносить масло. Второе масло для столешниц. Это очень твердое масло для столешниц, потому что на столешницу большая нагрузка. То есть твердое масло для столешниц. Еще одну баночку я приобрел. Масло для деревянной мебели и детских игрушек. Завод и изготовитель также мне прислал прайс. Здесь огромный выбор продукции. Я оставлю обязательно ссылочку. Вы зайдете, посмотрите. Потому что очень много цветных масел. Хочу немножко сказать о цветных и прозрачных маслах. В линейке Красковар очень много цветных масел. Для чего нужны цветные масла? Для того, чтобы украсить столярную работу, придать другой совершенно цветовой оттенок. У нас есть безликая береза, клен. Эти не очень выразительные текстуры древесины. И при нанесении масла получается совсем другой подход. Совсем другой внешний рисунок. Совершенно другая столярная работа. Цветных масел еще есть одно преимущество. Они лучше защищают от ультрафиолета. Потому что именно цветных масел больше добавок, которые как раз способствуют защите от ультрафиолета. Точно такая ситуация и с лаками. Если столярная работа находится у вас на улице, под солнцем, лучше присмотреться, конечно, к цветным лакам и к цветным маслам. Перед нанесением масла я повторяю шлифовку, хотя шлифовка уже выполнена полностью. Зерно 220. Достаточно. Продолжение следует... Если присмотреться, в падинах есть остатки пыли древесной, потому что здесь лазерка прожила, небольшое углубление есть, и вот здесь остатки пыли. И, наверное, нетрудно догадаться, если пальцем провести, пыль присутствует. Продолжение следует... Сегодня буду тестировать масло для деревянной посуды и разделочных досок, то есть вполне соответствует именно продукции, которую я вам показываю. Я перемешиваю обычной деревянной палочкой, перемешиваю, потому что какой бы ни был состав, на донышко всегда могут сесть всевозможные добавки, всевозможные присадки. Перемешивать обязательно надо. Вам уже выбирать. По часовой стрелке, против часовой стрелки, я думаю, большой разницы вы не ощутите. Присутствует очень легкий запах. Я думаю, в помещении можно легко работать именно там, где вы живете, в комнате. И можно наносить этот состав. Я буду использовать сегодня такую кисть. Это щетинная кисть. И вот эту щетинную кисть буду наносить. Наносить надо масло так, чтобы не показалось много и не показалось мало. И тот и тот результат очень плохой. Надо наносить масло так, чтобы было достаточно, чтобы масло пропиталось. Какая-то часть масла проникла внутрь древесины. Поэтому много плохо, мало еще хуже. Я буду использовать такие подставки. Это подставка на саморезах. И вот эта подставка необходима для того, чтобы, когда я нанесу первый слой, перевернуть. Ну что, посмотрим. Потому что при нанесении масла всегда появляется красота. Красота. Я скажу, что масло наносится с каким-то даже немножко легким сопротивлением. Легче всего наносится, конечно, водный акриловый лак. Он как-то скользит очень легко. А здесь масло не скользит так легко. И при нанесении есть какое-то легкое сопротивление. Это я высказываю свои первые впечатления. Я думаю, что после такого нанесения особо работать веточи не придется. Потому что масло впитывается. И я наношу все-таки довольно-таки равномерный слой. Я стараюсь, чтобы этот слой был совершенно одинаковый. Чтобы масло пропиталось одинаково. Потому что здесь особенно торцевые волокна. Потому что рисунок надо растирать. А потом перевернем в обратную сторону. Деторазделочная доска сервировочно изготовлена из дуба. Дуб склеенный. И шлифовка выполнена. И в качестве украшения я использовал свой лазерный станочек. Для того, чтобы нанести такую гравировку. Получается здесь лицевая сторона одна. И здесь обратная сторона, на которой резать. Там есть канавка. Канавка, если вы будете работать с мясом, к примеру. Чтобы поверхность была более лучше, наносить масло надо вдоль волокон. У меня есть сувенирка. Эту сувенирку я также хочу в качестве финишной отделки использовать масло. Масло это для разделочных досок. Вот пробую. И вторую сувенирку буду использовать совершенно другое масло. И посмотрю на результат. Кистью наносится хорошо масло. Оно немножко даже густовато. И при нанесении, я смотрю, не возникает никаких подтеканий. То есть равномерный хороший слой. Следующее масло, которое хочу протестировать. Это масло для деревянной мебели, детских игрушек. Вот такой у нас состав. Густовато. Что внутри, конечно, мы никто не узнаем. Потому что завод производит масло 20 лет. И он никогда не напишет состав на баночке. Я буду наносить на такие небольшие толярные работы. Скажем. Это своего рода солонка. Можно ли назвать ее детской игрушкой? Конечно нет. Но я думаю, детским игрушкам требования еще выше. Вот такие у меня есть работы. И вы знаете, наверное, заметил то, что вот я наношу. У меня одна капля только капнула на стол. То есть масло наносится хорошо. Все-таки оно имеет какую-то густоту. Скажем, это не жидкий раствор. Еще раз покажу. Смотрите. Густой такой раствор. Наверное, у многих возникнет вопрос, как ухаживать за инструментом, да, за кистями, которыми, друзья, я использую универсальный обезжириватель. Наливаю в баночку и промываю кистью. Убрал веточью излишки масла. Точно, как написано в инструкции. С левой стороны продукция разделочная доска. Я называю ее шоколадка. Сервировочная доска из дуба. Обработаны маслом для столешниц. И одна шкатулочка из экзотики. С правой стороны все вот эти небольшие заготовки обработаны маслом для мебели и для детских игрушек. Хочется сказать, что на торцевых волокнах масло впиталось. На продольных волокнах я убирал, излишки были. А на торцевых волокнах практически все впиталось. Мне этот нравится подход, потому что масло глубоко проникает. Скотч-брайт, совсем мягкое зерно. И вот этим скотч-брайтом обязательно надо пройти и убрать. По идее, даже так можно оставить для разделочной доски. Но мне хочется нанести второй слой все-таки и посмотреть на результат. Я буду обязательно пылесосить даже после второго слоя. Потому что находится в мастерской. Мастерской пыльно. И в любом случае перед покраской, перед нанесением масла надо обработать с помощью наждачки скотч-брайта и пройти пылесосом. Нет, решил все-таки показать небольшой кадр. Масло было прозрачное полностью. И после того, как я буду перемешивать, оно немножко приобретает другой оттенок, цвет. Я делаю вывод, что очень много всего различных добавок в этом масле. И перед применением, еще раз повторюсь, обязательно надо перемешать. В одном из комментариев я писал, что торцевые волокна дуба самые интересные и самые красивые. А меня поправили. И мне сказали, что есть древесина пихта. И она еще красивее, чем дуб. Не знаю, если, ребята, кто-то работал с пихтой, напишите. Ну, у меня такого материала нет. Один экзамен хочу провести. Попробовать на заготовке, которые уже обработаны маслом. Они выстоялись в положенное время. И хочу нанести капли воды. Я подожду высыхание. И посмотрю на результат. Останутся ли след или нет. Это самый страшный экзамен для масла. Хочу подвести черту под сегодняшним фильмом. И вначале хочу сказать самое главное. Мои фильмы носят ознакомительный характер. Я никогда не навязываю для того, чтобы вы выбирали какие-то станки, какой-то инструмент. Тем более, какие-то расходники. Вся ответственность за выбор оборудования, за выбор расходников лежит полностью на вас. Вы должны нести ответственно, самостоятельно. Я сегодня протестировал из трех две баночки. Я обработал некоторые изделия в два слоя. Некоторые изделия в один слой. И хочу познакомить с этими работами. Я использовал масло для разделочных досок. И использовал масло для детских игрушек. Вот такие солярные работы. Они обработаны один слой. Прекрасно смотрятся. И на этих изделиях была очень хорошая финишная подготовка. Шлифовка выполнялась зерном 360. Хочу познакомить с маленькой столярной работой. Здесь шлифовка не выполнялась. После токарного резца, даже видны здесь некоторые кружочки. Это бюджетная столярная работа. Я просто ради опыта проводил, как будет выглядеть эта работа после нанесения масла. И скажу, что обязательно надо шлифовать. Сами видите, какой внешний вид там и какой внешний вид здесь. Поэтому шлифовка и потом лишь только нанесение масла. Вот посмотрите, тоже столярные работы, в которых выполнена шлифовка. Посмотрите, как играет столярная работа. Все прекрасно. Я на некоторые работы наносил по слою масла. На некоторые работы два слоя масла. Сервировочная доска, материал дуб. Здесь два слоя масла. 24 часа полное высыхание. 24 часа полимеризации первого слоя. Шлифовка скотчбрайтом. Удаление пыли. И потом нанес второй слой. И после второго слоя столярная работа смотрится следующим образом. Масло состарило дуб. И дуб смотрится, ну, таким, да, вот, каким-то приятным шоколадным оттенком. Разделочная доска торцевая. Я называю шоколадка. Такие столярные работы. И в этой столярной работе я использовал два слоя масла. Масло для разделочных досок. Именно вот такое масло я использовал для вот этой столярной работы. Два слоя масла. Во время нанесения масла я заметил, что масло впитывается хорошо. Мне это понравилось. Значит, оно проникает глубоко. И полимеризация будет на каком-то определенном толстом слое. Во время высыхания я также заметил, что подымается ворс. Этот момент тоже мне понравился. Потому что идет какая-то реакция с кончиками древесины. И вот эта древесина начинает подыматься и засыхать. После шлифовки, после второго слоя, поверхность гладкая, идеальная. Получается, ворс подымается только после первого слоя. Поэтому, если два слоя наносить, рекомендации завода, я думаю, это правильно и оправдано. Именно два слоя. Эти столярные работы совсем маленькие, простые, бюджетные. И здесь один слой. И маленькая ложка дегтя, которой также я хочу сказать. Это влага, вода. Потому что, наверное, самое капризное, самое страшное для масла, это влага, вода. Я в эти блюдечки набрал немножко воды, брызнул. Вот это блюдечко стояло с водой 4 часа. А вот это блюдечко стояло 8 часов. Я немножко вытер ветощью. И вот здесь пятно убралось. Его не видать. Тарелочка, где вода находилась 8 часов, остались видны следы, отпечатки. Как исправить вот эту ситуацию? Конечно, нанести один слой еще масла. Плохо или хорошо, вам решать. Но скажу так, что масла не любят влагу. И очень часто при нанесении масел могут появляться белые пятна. Это когда присутствует очень много воска. И при длительном попадании влаги, 4 часа, скажем, ничего не случилось. При 8 часов остатке влаги, здесь произошел вот именно такой дефект. Именно это дефект. Пятна, это уже дефект и брак. Поэтому можно сделать вывод, что масла не любят. Помыть, посушить посуду можно. Убрать, но оставлять на длительное время в воде нежелательно. Я не хочу, друзья, рекламировать эту продукцию. Еще раз скажу, право выбора лежит под вами. Я просто оставлю ссылочку. Зайдите, посмотрите. У меня 3 баночки. Я только испытал 2 баночки. Остальные масла вы увидите в моих работах. Я обязательно буду показывать, как эти масла будут выглядеть после нанесения. Благодарю за то, что посмотрели техническое видео. Всего вам доброго. С уважением. Владимир Желенко.